Всем здравия! Сегодня 8 октября 2015 года, четверг, мы начинаем незапланированный мини-эфир, который будет посвящен очень интересному событию, которое произошло в ближайшем Подмосковье. Расскажет нам о том, что произошло и чем уникально это событие Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска. Здравия, Вадим! Добрый день всем! Хотя, наверное, те, кто видел падение и взрыв в августе этого года в Павлово-Посадском районе, ну, те, кто знает Подмосковье, понимают, что я сейчас говорю не о глухой Сибири, не о удаленной какой-то прерии или пустыне, где обычно, как мы привыкли считать, падают и взрываются крупные метеориты, а речь идет о ближайшем к столичному мегаполису районе, и чтобы там что-то произошло незамеченным для прессы, наверное, верится с трудом. Но, однако, это случилось. Узнали мы об этом событии от местных жителей, которые случайно видели, и, надо сказать, детально хорошо зафиксировали происходящее. Точнее, они видели пролет, последовательный пролет двух странных тел. То есть, они обратили внимание, что эти тела представляли из себя скопища нескольких светящихся шаров или огней, и эти огни вращались. Сначала эти тела летели медленно, и очевидцы подумали, что речь идет о каких-то очередных спутниках или беспилотниках, но неожиданно, сначала первый неожиданно клюнул и резко стал двигаться вниз. Я едва не употребляю слово «падать». Мы еще до конца не знаем, упало это тело или нет, но оно ушло к горизонту. Очевидцы запомнили первый азимут, куда улетело тело. А затем, вслед за первым, упало второе тело. И очевидцы запомнили азимут этого второго тела. Обратились к нам по системе Уфасети. Напомню, для тех, кто не знает, Уфасети создана в Космопольске для оперативного отслеживания любых быстро протекающих процессов. Ну, в первую очередь, мы говорим об НЛО, хотя, на самом деле, мы занимаемся всеми категориями непознанного. Если что-либо случилось, просьба немедленная, сообщайте об этом на Космопольск, на Уфасети, для того, чтобы мы немедленно организовали какое-то расследование или поиски, если это событие представляет интерес. Так вот, в данном случае действительно быстро достаточно мы отреагировали, несмотря на то, что в это время происходило несколько экспедиций у нас. Выехала группа, замерили, записали показания очевидцев. И вот в сентябре месяце, когда уже основные экспедиции у нас закончились, если мы могли себе позволить собрать в Подмосковье для прочесывания более 20 человек, мы пошли по азимуту, по которому указывали очевидцы, и обнаружили большой вывол леса. Примерно 60 на 40 метров были выворачены деревья, выворачены с корнями. Деревья лежат в таком порядке, что говорит, косвенно говорит, о взрыве, произошедшем в воздухе. Надо сказать, мы уже видели, неоднократно видели такие последствия. Взрывы в воздухе достаточно редкое явление, но тем не менее, примерно раз в 5 лет тунгускоподобные взрывы происходят на нашей территории. Ну, наверное, в первую очередь, благодаря тому, что Россия самая большая страна. Поэтому, если предположить, что какие-то космические тела хаотичны, то есть в каком-то произвольном порядке, то есть, выражаясь простым языком, куда Бог пошлет, падают на территорию, на поверхность Земли, то, разумеется, больше всего процентов достаются нам. Это в теории, на практике так оно и есть. И, конечно, знатоки вспомнят о самом большом подобном явлении, которое заслуженно называют основным или самым удивительным событием 20 века. Это событие произошло в 1908 году на подкаменной Тунгуске. И, к слову сказать, оно напрямую сыграло еще свою роль. И в том, что фактически для изучения этого явления был рожден в свое время космопоиск, то есть, мы занимались этими исследованиями тунгусского тела сначала на подкаменной Тунгуске, а потом, когда узнали о том, что подобные явления, пусть и меньшего масштаба, пусть и гораздо меньшей мощности, к счастью, конечно же, потому что тунгусский взрыв был действительно мощнейшим, его можно сравнить с мощной водородной бомбой. Если, не дай бог, подобное явление произошло бы сейчас где-то в черте Москвы, то вся Москва, включая ближайшее под Москвой, было бы гарантированно уничтожено. Настолько мощнейший был взрыв. Но, к счастью, за все случаи подобных взрывов, равно как и за все случаи падения метеоритов, а это величайший парадокс, на который я обратил внимание, на который пока никто не может ответить за все эти эпизоды, за всю историю человечества, не погиб ни один человек. Это действительно удивительный факт. Объяснить его теорию вероятности я не могу. Хотя бы потому, что, подчеркиваю, если бы действительно такие метеориты валились бы по принципу «куда бог пошлет», то рано или поздно подобный метеорит должен был бы упасть на жилье. Ну, естественно, с фатальными последствиями. Мы знаем, да, были эпизоды, когда метеориты падали близко к жилью, но самый значительный эпизод, который мы также расследовали, это Челябинский метеорит. Помните, там взрывом разнесло в плочи несколько зданий, несколько стен, были многочисленные повреждения в здании, окна повылетали. Количество раненых, в том числе и очень тяжело раненых, исчислялось 1400 было раненых. При любом стихийном бедствии или при любой техногенной катастрофе из статистики МЧС мы знаем, что обычно соотношение раненых к убитым бывает примерно 4 к 1. то есть при таком количестве раненых мы вправе были бы ожидать порядка 300-400 погибших. Однако нет ни одного, так же, как подчеркиваю, так же, как и всегда. К счастью, конечно же, кто-то, наверное, слушая эти цифры, возденет руки к небу и воскликнет «Так вот же она, защита Божья, милость» и так далее. Я не склонен считать, исписывать вот эту удивительную, необъяснимую закономерность на какую-то Божью милость. То есть я не склонен что-либо объяснять религиозными причинами, хотя бы на том основании, что если бы кто-то всерьез, кто-то божественный всерьез защищал человечество, то, наверное, он бы уберегал нас не только от падения метеоритов, однако мы знаем, что другие стихийные бедствия, другие природные катастрофы, равно как землетрясения, цунами, наводнения, пожары и прочее, 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 губят людей просто и десятками, и сотнями, и десятками тысяч. Поэтому я принципиально падения метеоритов, вот руководствуясь этим непонятным феноменом, отношу временно, конечно, до выяснения причин, отношу в категорию отличной от всех остальных природных катастроф. Что такое происходит и почему это случается, конечно, во многом мы сейчас говорим о явлении, во многом непонятном и во многом еще требующем уточнения, хотя, конечно, если меня слышат традиционные метеоритчики, безусловно, они справедливо будут упоминать о том, сколько, как много изучались метеориты, как много уже известно об этом замечательном явлении, с этим совсем я не спорю, лишь добавляю, что мы сейчас говорим о категории метеоритов, до сих пор малоисследованных и до сих пор не общепринятых. Напомню, традиционная наука метеоритчики интересуются в первую очередь тремя типами метеоритов, каменным, железокаменным и железным типами метеоритов. В последние годы стали признавать четвертый тип тектидный, все остальные типы, включая ледяной метеорит, один из самых распространенных типов, на мой взгляд, метеоритов, до сих пор считается не общепризнанным, но мало того, ее существование таких метеоритов считается спорным. Однако, мы уже в своей практике неоднократно находили ледяные метеориты. Но, как вы понимаете, найти метеориты сложно, но гораздо сложнее доставить эти метеориты не расставившими до музея или до лабораторий. В экспедициях это бывает порой просто невозможно. Хотя бы потому, что извлеченный метеорит на поверхности тает за считанные часы, а холодильников у нас, к сожалению, в экспедициях не бывает. Вадим, давай сейчас перейдем уже после вступления такого к хронологии. Итак, в августе в Павлово-Пасадском районе Подмосковья произошло вот это уникальное явление, когда два неких объекта по очень интересной несвойственной на первый взгляд метеоритам траектории приблизились к Земле и дальше исчезли. И, как рассказывают очевидцы, такого сильного взрыва никто не слышал. И образован, как сказал, вывол леса 60 на 40 метров. Но вопрос какой? Первая и вторая экспедиция все-таки там были. В августе была первая, в сентябре была вторая, более расширенная. И что там обнаружили? То есть, к чему можно приравнять этот вывол леса? То есть, это спиралиобразные, как круги на полях, или это из центра во все стороны, как в Тунгуске, например, или это направлено, как вот что-то падало и все сбивало на своем пути? Направление падения деревьев говорит о том, что в основном силовая составляющая, то есть, взрывная волна пришла со стороны, с той стороны, откуда прилетели эти два падающих тела. деревья в основном валились все в одну сторону, но поскольку в плотном лесу деревья падали с небольшими скоростями, ну, понятное дело, что большинство из них, отталкиваясь от деревьев соседей, легли непараллельно друг к другу. Но, тем не менее, по направлению падения деревьев мы видим, что в основном силовая составляющая находилась только с одной стороны. То есть, вот эту взрывную волну или некую силу воздушную иного варианта пока что мы не видим, хотя вопрос, что повалило деревья, до сих пор находится под вопросом, но мы сходимся во мнении, что, скорее всего, взрывная волна пришла с одной стороны, пришла с воздуха, повалило при этом, поломало при этом несколько веток на ближайших деревьев, но почему-то свалило только деревья только на небольшой площади. Мало того, это падение деревьев, то есть силовое воздействие, воздействие какой-то взрывной волны сопровождалось еще и небольшим пожаром. К слову сказать, очевидцы падения самого пожара тоже не видели. Хотя это объяснимо, пожар был достаточно небольшой, и правильно его было назвать низовым пожаром, или даже небольшим возгоранием, он не превратился в нечто опасное, видимо, листва и трава в тот момент не были сухими. В результате мы видим последствия небольшого возгорания, но самое удивительное последствие, которое до сих пор также не объяснено, на небольшой площади, то есть непосредственно в эпицентре и буквально на расстоянии двух-трех десятков от этого эпицентра не далее, подчеркиваю. Мы, как обратили внимание еще при первой поездке, мы обнаружили порядка двенадцати трупов больших животных, включая труп лисы, труп коровы, труп барсука и ряда других достаточно крупных животных. По трупам хочу уточнить, трупы, в какой характер повреждений у них? Ни у одного трупа не обнаружено следов механического или иного воздействия, шкурка у животных была не повреждена шкурки у животных, то есть иными словами ни до ни после смерти эти тела не подвергались воздействию хищников, в том числе и трупоедов, что на мой взгляд удивительно, почему падали, а то не подъели трупоеды, как обычно бывает. И в сентябре месяце трупы оставались все еще относительно целыми. То есть получается интересный момент, что на месте этого происшествия жизнь как бы остановилась, то есть этих существ, которые за экологию леса отвечают, их там не наблюдается, они трупы не подобрали. Это спустя месяц. Несмотря на то, что прошел целый месяц после этого происшествия, мы наблюдали своими глазами, что трупы животных лежат все еще нетронутыми трупоедами, то есть животными, которые обычно питаются падальщиками. А был сделан какой-то анализ этих животных, вскрытие или что-то еще? Вместе с нами во второй экспедиции участвовали врачи и ветеринары, которые осмотрели трупы. Этот осмотр мы не проводили вскрытие, но визуально осмотр проводился достаточно тщательно. Он зафиксирован на видеопленку для того, чтобы возможно предъявить другим специалистам. И согласно заключению тех, кто осматривал, они не обнаружили причин какого-то воздействия. То есть животные погибли по непонятной причине. В настоящий момент рассматриваются причины, что либо они погибли из-за воздействия какого-то газа или из-за воздействия какого-то угарного газа, допустим. То есть последствий возгорания. Из-за каких-то последствий возгорания. Хотя второе кажется наименее вероятным, поскольку само возгорание, как я уже сказал, было достаточно маленьким, локальным. И думать, что от этого локального огня получилось такое большое количество отравляющего газа, было бы весьма наивно. Недалеко находится газопровод, что сказать, неповрежденный. То есть мы не наблюдаем на нем никаких признаков аварии или утечки газа. но с другой стороны грешить на какие-то иные любые техногенные воздействия, не только на утечку газа, но и на любые другие, мы не можем, потому что трупы очень четко локализованы вокруг эпицентра. То есть подчеркиваю, дальше, чем 20-30 метров от поваленных деревьев, ни одного трупа больше мы не встречаем. Несмотря на то, что мы прочесали достаточно большую территорию и внутри упавшего леса, и вне его, то есть во время прочесывания мы уходили более чем на километр. Но более нигде мы ни одного трупа не встретили, что является абсолютно нормальным. Мы знаем, любой натуралист, любой охотник знает, что погибшее животное очень быстро становится добычей падальщиков и фактически через 3-4 дня ничего от погибшего животного не остается. Поэтому для меня удивительно в связи с появлением находками этих трупов сразу два обстоятельства. То, что они все животные погибли без физического воздействия на локальном каком-то пространстве, то есть понятно, мы четко связываем их гибель с произошедшими событиями, то есть с падением со взрывом. Это первое. И второе, то, что после их гибели падальщики не вернулись в это место, то есть их что-то пугало или пугает до сих пор. Значит, наши приборы не зафиксировали каких-либо излучений, то есть радиационный фон в норме, никаких утечек газа или других, каких-то отравляющих или иных опасных газов мы не нашли, но отсутствие этих вредных воздействий в момент измерения, конечно, не доказывает того, что эти воздействия не были в момент происшествия. Поэтому эти данные исследования не закончены, и мы призываем всех добровольцев принять участие в следующем этапе исследований, который произойдет буквально через несколько дней, в 20-х числах октября этого года. Планируется, что добровольцы, которые съедутся со всей страны, во-первых, примут участие в прочесывании остальной местности, то есть несмотря на то, что нам не найден один эпицентр, но, как мы догадываемся, это эпицентр от падения второго тела. Место падения первого тела не найдено до сих пор. Просто не хватило времени для того, чтобы прочесать лес и поле. Соответственно, какой сюрприз нас ждет на предполагаемом первом эпицентре, мы можем только догадываться. Кроме этого, мы, конечно же, ждем участия самых разных специалистов, от специалистов по росту деревьев, лесу, специалистов по исследованию животных, ветеринаров всех специальностей. Одним словом, данное удивительное, на мой взгляд, событие, которому до сих пор еще не найдено объяснение, как и все пока не объясненные события, конечно же, требуют самых комплексных, самых разносторонних исследований, которые могут быть проведены, фактически, у нас остается до большой зимы очень немного времени, на всю пару-всё у нас остаются считанные, может быть, пара недель. Поэтому, если сейчас мы совместно не проведем эти исследования, если нам добровольцы не помогут как рабочей силой, как своим временем и своей силой, то есть, если они не смогут участвовать в прочесываниях, и если эти прочесывания не будут масштабными, во-первых, во-вторых, если нам не помогут приборами или какой-то иной помощью, то есть большая вероятность, что это событие, так же, как и многие другие, как тумбусское явление, куда первые исследователи попали, добрались только спустя 19 лет, когда уже, как мы понимаем, было поздно что-либо исследовать. Вот и у меня есть некоторое подозрение, что если мы не успеем разобраться сейчас до морозов, до большого снега, то, к сожалению, это событие есть большая вероятность пополнит длинный список до сих пор непонятных явлений, которые висят над нашей наукой, над нами, над нашей совестью, долго перед наукой, перед историей. Это то, до чего у нас не дошли руки. Так что я очень надеюсь, что мы воспользуемся этим шансом, несмотря на то, что в холодную погоду очень хочется посидеть дома, а не у костра поморозится, но тем не менее, я надеюсь, что экспедиция пройдет успешно, и люди, которые примут в ней участие, останутся, как всегда, довольны. это не туристическое мероприятие, где вам обещан сервис и трехзвездочные условия. Я вам обещаю тысячу звезд над головой, массу приключений, но даже я не знаю, чем эта экспедиция закончится. Собственно говоря, ее окончание зависит от вас, дорогие радиослушатели, и от нас всех. Ну, теперь давай к конкретике уже перейдем. Вот, к примеру, человек выразил желание побывать в этой экспедиции. Его, скорее всего, будут волновать следующие вопросы. Где сбор, во сколько? Если мы говорим про октябрь, то это выходные 24-25 число получается. Значит, 24-25 числа намечена экспедиция. Это Павлово-Пасадский район Подмосковья. Вопрос, где сбор и во сколько сбор? Экспедиция будет происходить с вечера 23-го по вечер 25-е октября. Но большая часть людей приедет утром или ближе к обеду 24-го октября в субботу. Доехать до лагеря космопоиска можно двумя способами. Либо на своем автотранспорте по Носовихинскому шоссе. Ну, знатоки Подмосковья без труда догадались, что речь идет о Павлово-Пасадском районе. Нужно после того, как вы доедете до поворота на Стремянниково, повернуть влево, если вы движетесь от Москвы, и буквально через 50 метров еще раз влево. И в лесополосе вы увидите в палатке космопоиска. Если вы едете на электричке, то доезжайте до платформы Назарьево и пешком порядка полутора километров вы пройдите насквозь деревню Назарьево, пройдите насквозь деревню Стремянниково, и когда вы выйдете за околицей от этой деревни, не доходя на Савихинского шоссе, поворачивайте вправо. То есть я говорю фактически о той же самой лесополосе. Вы подойдете к той же самой лесополосе, которую я упоминал для тех, кто едет на машине. С собой привозите палатки, спальники, коврики, ну, одним словом, все туристические принадлежности, которые положены в таких случаях. Не опасайтесь, не бойтесь холодов, которые наверняка будут. Даже если температура уйдет в глубокий минус, что в такое время бывает редко, то есть, скорее всего, вы ориентируетесь на погоду порядка от плюс пяти до плюс пятнадцати градусов, но даже если, подчеркиваю, температура уйдет в глубокий минус, не волнуйтесь, на месте мы объясним, как комфортно и тепло переночевать в своей палатке. Для этого, к слову сказать, советую всем запастись обычными пластиковыми бутылками, можете привезти в них воду, к слову сказать, воду привезти надо, чтобы нам далеко не ходить в колодцу, а к вечеру вы эту воду согласно нашим инструкциям заполните кипятком и я вам обещаю, что до утра вам будет тепло и комфортно в ваших спальниках. То есть, мастер-класс еще такой будет проведен по выживанию? Обязательно все наши экспедиции, ну, по крайней мере, открытие сезона и закрытие сезона, вот в данном случае мы говорим сейчас практически о закрытии полевого сезона, все наши экспедиции сопровождаются как инструктажом на месте в обязательном порядке, так очень часто мы читаем курсы, лекции по тем или иным дисциплинам, тематика зависит и от тематики экспедиции, от тематики исследования, ну, в данном случае она скорее такая уфологическая, метеоритная, мы до сих пор не определились, что конкретно упало, знаем, что упало, а что конкретно пока не знаем, поэтому не волнуйтесь, если вы не имеете соответствующего опыта, самый лучший опыт, как вы понимаете, постигается на практике, ни одна теоретическая лекция, даже 100 лекций в теории не позволят вам узнать то, что вы узнаете на практике, а в данном случае будет и практика, и теория, сначала теоретический инструктаж, а потом вы примите участие в прочесанных поисках, в идентификации того, что мы будем находить, если кто-то приедет со своими собственными научными изысканиями, до собственных научных изысканий привезет свою научную программу, свои приборы, то ни в коем случае мы не будем противодействовать, я буду только за, за то, чтобы разные специалисты разные точки зрения проверяли разными приборами, и только в этом случае достигается консенсус, и только так истина будет известно, ну, а если у вас ни того, ни другого, ни третьего нет, но есть желание принять участие в исследованиях, я вас уверяю, такую возможность тоже предоставим, благо, что все люди будут на счету, и помощь каждого человека особенно цена, особенно цена, когда речь идет о прочесывании местности, подчеркиваю, это, для этого много людей не бывает, чем больше, тем лучше, вечером, во второй половине дня 25-го числа люди будут разъезжаться, большинство людей надо будет на работу в понедельник или на учебу, но те, кто захочет остаться или задержаться в палаточном лагере, задержатся до понедельника 26-го, впрочем, последнее, конечно, сильно зависит от того, что будет найдено во время прочесывания. Может быть, придется задержаться на большее время, если, что называется, на то будет необходимость. Из продуктов с собой что брать людям? Из продуктов берите любую еду, которая либо не требует готовки, либо требует минимального времени для того, чтобы ее приготовить. Впрочем, это не касается поваров, любителей, есть особая категория людей, которым нравится готовить самые изысканные блюда на природе. Вот таким людям не будет оказываться противодействие, никто не будет их останавливать в этих устремлениях, но обычно готовят дежурные повара, готовят из тех продуктов, которые привозят добровольцы, и мы все питаемся из общего котла. Впрочем, подчеркиваю, это правило, правило общего котла может не распространяться на тех, кто хочет питаться отдельно, по каким-то причинам, кому-то требуется отдельная кухня, пожелания веганов и вегетарианцев у нас, как правило, спокойно учитываются, то есть им волноваться тоже не стоит, ну а людям, приверженцам более изысканной кухни, наверное, проще действительно готовить самому. Такого единого обязательного правила питаться только из общего котла у нас не существует, но на 99% люди обычно так и поступают, а вот единственное жесткое правило касается сухого закона. Тут уже вне зависимости от вашего возраста и всех остальных привязанностей и особенностей это правило распространяется на всех. подчеркиваю нулевая терпимость к любой выпивке, к любым наркотикам и ко всему остальному, не вдаваясь подробностей в споры, а вот можно ли там 100 грамм, а вот 50 грамм это для Сагурееву хорошо, я очень критично ко всему этому отношусь и очень не хочу тратить свое и драгоценное и ваше драгоценное время для обсуждения как мне кажется вполне простого правила вполне объективного и вполне насущного те кто с нами уже был в экспедициях те об этом правиле знают все остальное я имею ввиду форма одежды ваше какие-то наличие у вас каких-то туристических тех или иных дополнительных приспособлений наличие тех или иных приборов на мой взгляд уже менее существенно для нас важно чтобы вы сами себя обеспечили палаткой спальником ковриком то есть местом для ночлега ну либо есть такие любители желающие поспать у костра всю ночь это кстати не страшно и даже более чем романтично есть и люди которые приехав издалека собираются пожить в ближайшей деревне есть и такие но большая часть наших постоянных поисковиков ночуют прекрасно ночуют не замерзая в палатках пользуясь в общем достаточно несложными нехитрыми секретами по выживанию в которые я обещаю посвятить всех прибывших к нам в экспедицию одним словом я убежден что вероятность заболеть от низкой температуры в наших экспедициях как показала практика подчеркиваю я сейчас говорю не о теории а о статистике по результатам сотен прошедших у нас экспедиций вероятность заболеть в экспедиции при минусовой или при низкой температуре гораздо меньше чем вероятность подхватить насморк оставаясь у себя дома в чем сотни раз убеждались и я убеждался и наши участники убеждались я думаю что в этом убедится каждый кто к нам приедет итак подводим итог значит в августе было падение двух интересных небесных тел что это такое выясняется была проведена первая экспедиция в том же августе потом в сентябре повторно и сейчас планируется уже более широкая экспедиция с обеда 24 числа начинается сбор это схему подробно я думаю мы выложим и объяснение когда ехать тоже выложим Павлово-Пасадский район Подмосковья с собой иметь все необходимое для туристического проживания это палатка коврик спальник вода должна быть продукты должны быть которые можно очень быстро и легко приготовить чтобы не занимать время учитывается если вы вегетарианец или веган или вы мясоед это все учитывается на месте никаких наркотиков во время экспедиции ну и желательно и после экспедиции тоже не потребляйте потому что и отдыхать уже с этим делом становится не модно потому что здравомыслие побеждает теперь еще хочется обратиться к тем кто способен помочь космопоиску с очень простым таким делом созрела необходимость приобретения микроавтобуса с 4х4 осями чтобы можно было его наполнить аппаратурой и можно было перемещаться в даже те места которые труднодоступны вот если такие люди неравнодушные есть к тому делу которым занимается космопоиск то пожалуйста отзовитесь я думаю что это очень важно это не очень большой вклад но при этом очень значимый вклад ну что ж прощаюсь с вами напомню выпуск наш записан 8 октября 2015 года четверг экспедиция назначена на 24-25 число а при необходимости будет продлена еще на 7 я с вами прощаюсь желаю всего самого доброго до новых встреч услышимся до связи до новых встреч народная славянская радио пора просыпаться отзываться даже ugar души Bloods seven создавали прочее вы из кварти lenses первич 不能 а мощно стро твоя спи что это